Знаете, когда вспоминаешь, как жил достаточно аскетично Сталин, при том, что там и роскошь в его жизни, конечно, присутствовала, то с Путиным как-то это не очень вяжется, потому что ну кто может там на сегодняшний день похвастаться комнатой для грязи, аква-дискотека, сегодня показать очередную супер-яхту, хотя кажется, что из-за своей фобии, боязни вообще в принципе покидать бункер, ну когда ему бывать во всех этих дворцах, на всех этих яхтах, но кажется, что он все-таки не про глобальное. То есть ясно, что, конечно, в историю ему бы хотелось войти, он это называет как собиратель земель, мы это понимаем как, конечно, массовый убийца, серийный мародер, оккупант и так далее. Тем не менее, кажется, что все-таки материальная составляющая в нем немножко преобладает над вот этой геополитикой, он не похож на тем, кто без серебряников собирается уйти из этой жизни. Не-не-не, прям 10 яхт, вот это все. Нет, конечно, он материальный человек, он человек материальный, у меня всякие сомнения, но он же ведь даже в этом материальном масштаб, то есть он же не так вот куртка там кожаная, как в этом фильме, этот, сидишь, шпак, и перечисляет, значит, магнитофон, еще что-то. Он все-таки надо сказать, что он рос в этом, то есть он не остановился, ну куда, ну куда тебе там, вот был у него 100 миллиардов долларов, ну куда ты еще, ну что ты, ну что ты, жрать в три рта и, так сказать, все остальное, испражнение, ну куда это все, зачем тебе эти яхты, ну вот тут и ключевое, я же говорю, у нас сознание нормальных людей, это мы так считаем. Они не попользоваться этим, а создавать власть, они понимают именно так власть. Он никогда на этой яхте не будет, он никогда на это в комнате грязи не зайдет, нет, но власть в их представлении, вот это стяжательство большое, глобальное, подобающее его масштабу страны, его там, как они понимают ее истории, оно должно просто быть, понимаете? Оно должно просто существовать. Как и герои этого, значит, если вы помните, хождение по мукам, Лёва Задов, такой был анархист, он говорит, деньги должны быть здесь, только здесь, понимаете? Они все должны быть здесь. Никто не должен ничего трогать, так сказать, без его команды, без его разрешения ни одна копейка не должна ни у кого быть. Все его, маркиза Карабаса, понимаете? Поэтому он преодолеть этого жуткого чувства, в общем, для нормальных людей, он не может. И поэтому его материальный смысл заключается в том, что все должно быть его. Все его должно быть. И не для пользования, а просто для статуса, для понимания, для места в истории. Это все, говорит, было мое. На златом чахнет. Абсолютно бедные, живущие в убогих условиях общества, народ, которые должны умирать за ладу, за дрова, за что угодно. Сейчас много историй, в общем, что там семьи МСОшникова платят, и при этом такое богатство власти. Как это все уживается, и как российское общество на это согласно? Мне по сей день абсолютно непонятно, и, наверное, это действительно еще одна разница нашего менталитета, когда мы не согласны. Мы такое видели, у нас был такой Янукович, и, в общем, все знают, чем это закончилось. Ну, а в России, в общем-то, люди, мне кажется, что даже гордятся тем, что их правитель может себе такое позволить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!